Всем добра, с вами Добрый Данил. Мы молодцы, потому что можем встретить весну в нашем славном городе Ярославле и земле Ярославии. Я подготовил, как обычно, для вас интересные и занимательные новости, которые произошли за последнюю зимнюю неделю в нашем регионе. Погнали! Уже восьмой раз в Ярославле на улице Андропола стартует выставка масленичных кукол. Эта выставка пройдет до 10 марта этого года и на ней представлено 250 образцов этих замечательных изделий. Что примечательно, в этой выставке есть очень разношерстные экспонаты. Так и чеховская дама с собачкой, так и просто обыкновенный веник, много масленичных кукол в мехах. И, конечно же, в масках и нарядах, поскольку Ярославская область это оплот года театра в России. Что примечательно, лучшую масленичную куклу сожгут торжественно в ходе окончания масленичных гуляний. Интересно, а можно ли некоторых лучших выдающихся деятелей тоже подвергать этой процедуре? Шучу, конечно. Шучу. Хорошие новости для жителей Дзержинского района, либо по-другому Брагина. Дело в том, что парк 30-летия Победы, или известные как Очки, будет восстановлен и реконструирован. По программе «Решаем» вместе на него будут выделены денежные средства и совместно с мнением жителей в нем пройдут работы по благоустройству. Предполагается, что заменят асфальтовое покрытие, поставят новые аттракционы, скамейки, фонари, организуют скейт-парк, организуют велодорожки. Ну и в целом сделают этот парк зоной комфортного времяпрепровождения. Я бы, конечно же, хотел, чтобы утиная история в парке 30-летия Победы была реализована. Кстати, на этот парк выделяются денежные средства, потому что уже вот-вот мы будем отмечать 40-летие Дзержинского района, а также скоро совсем мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Поэтому парк 30-летия Победы-Очки будет отличным подарком на эти памятные даты для жителей Дзержинского района и в целом жителей города Ярославля. Ярославль Стронг и еще одна победа наших ярославских активистов. Дело в том, что музей истории города Ярославля все-таки останется на бюджете города и не уйдет в областное подчинение. Дело в том, что есть большой риск, если бы музей ушел в областное подчинение, возможно, он был бы расформирован. И такие кривотолки, слухи действительно были. Поэтому это можно с уверенностью сказать, что победа ярославцев и победа всех, кто был неравнодушен к истории нашего Ярославля. Потому что город без истории существовать не может. И мы все должны помнить и чтить, как Ярославль начинал свое становление и пришел к такому замечательному и великолепному статусу. Единственное, что хочу пожелать, чтобы на музей тратилось чуть больше денежных средств и больше людей посещали данный объект. И скоро в Ярославль прибудет военная техника трофейная из Сирии на железнодорожном составе «Сирийский перелом». Дело в том, что по инициативе президента Министерство вооружения Российской Федерации решило запустить данный тур поезда с техникой по России. На нем будет выставлено более 500 экспонатов техники, которая была в прошлом у террористов, а сейчас находится в музейном состоянии на этом поезде. Также будут представлены новинки российской техники и будет большая программа по прибытию этого железнодорожного состава в наш город Ярославль. Организаторы предлагают приходить с детьми на данное мероприятие, но некоторые правозащитники категорически против. И не только в Ярославле. Действительно, в Кубани есть такая же проблема. И получается смешная елипонька. Дело в том, что нашим детям нельзя смотреть мультик «Ну погоди», нельзя ходить на концерты некоторых рэп-исполнителей, но зато смотреть на символику террористов, на оружие, которое убивает людей, можно. И в этом нет ничего плохого. Многих также зацепило то, что при этом составе будет работать пункт агитации работы по контракту на вооруженные силы Российской Федерации. И градозащитники обратились с этой жалобой в прокуратуру, чтобы прокуратура смогла рассмотреть право применимости этих действий и, возможно, запретить прибытие этого военного поезда на наши станции. Лично я считаю, что посмотреть на технику, поучаствовать в этом мероприятии очень даже неплохо. Единственное, что действительно смущает, может быть, не стоит все-таки брать с собой детей, потому что это не совсем детский контент, и он не совсем развлекательный, познавательный, а если копнуть глубже, то может быть вообще ужасным. Амелиард долго, и съест его Волга. Дело в том, что наши областные власти решили выделить 3,67 миллиарда рублей на так называемое оздоровление нашей водяной артерии. В проекте оздоровление, реконструкция, починка и обновление очистных сооружений, что бы у нас всех была хорошая и чистая питьевая вода. Какие именно очистные сооружения будут приведены в надлежащее состояние, пока неизвестно. На данный момент запущена инвентаризация, которая пройдет к 2021 году, и после этого мы уже с вами посмотрим, что будет отремонтировано, и какие города смогут выпить чистой волжской воды. Вот такие новости были у нас в Ярославском регионе. Может быть они покажутся кому-то хорошими, занимательными или плохими, но самое главное эти новости, которые связаны со всеми нами. И если любая из этих новостей кажется вам странной, непонятной и вызывает у вас какие-то эмоции, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и делитесь этой записью. Напоминаю о том, что лучшие присланные новости будут поощрены на любой способ оплаты, поэтому не стесняйтесь, пишите, присылайте. Ну а с вами был добрый Данил, всем добра!